С традиционного кирмашу по улице Гоголя пошался перед новогодним гандлами в областном центре. С выше 70 гандлевых организаций в первый день представили тут свой святочный товар. По первому дню сложно сказать, что людей интересует. Ну, в основном, что-то новое все хотят. Не такое, как в прошлом году было. Мы старались примерно такой ассортимент выдерживать. Ну, вот, допустим, в прошлом году у нас не было вот таких вот из стекла, да, таких украшений на елку. Смотрим, что много людей обращает внимание на это. Изделия, из дерева. Другий кирмашу першиню пошал свою работу по улице Пушкинской. Тут все оформлено у стыли Старой Праги. Новое место интересно. Это больше будет покупательский спрос, так как здесь более проезжая часть. Но плохо, что снега нет. Вообще чудесно то, что их становится все больше, потому что это распространяет какое-то счастье. Здорово, потому что отмечать многие люди будут, наверное, на площади и здесь близко. Подарки можно купить. Прекрасно. Мы первый раз. Ну, пока еще тут немножко, конечно, лареочков, но надеемся, будет побольше. А первшие покупники уже поспели оценить широкий ассортимент товаров. Игрушки, всякие интересные вещицы, варежки, носочки, гирлянды. Все надо посмотреть, все нужно приготовиться, создать праздничное настроение себе, людям. Только начинаю. Вот хочу шесть внуков купить подарки. Богатый ассортимент. Нравится. Нравится. Вот сейчас присмотрюсь, а там будет видно. У Пинску подобные кирмаши пошлют свою работу с 23-го снежня, Барановичах, 27-го. Подрихтовали сада свята и стационарные объекты Гандлю. У 27 магазинах Бреста уже зараз усьо готово до встречи Нового года. Решением горысполкома предусмотрено продление работы предприятий торговли в предновогодние дни на час-два. Предприятия общественного питания с 18-го числа для обслуживания новогодних органиков, корпоративов будут работать до 2-х часов ночи. Новогоднюю ночь до 6-ти часов утра. Головный пригожонник каляты Нового года елки на этот раз, окроме центральной на площади Ленина, запросится свята у кожным микрорайоне Бреста и у першыню на набережной. А набыть зухмяны деревцы у кватеры можно будет на шести плясовках областного центра, починаючи с 20-го снежня. Елки будут продаваться высотой до метров в пределе от 7 до 13 рублей, высота от метра до 2 будет от 10 до 20 рублей, а свыше 2 метров от 18 до 30 рублей. У целым по области кермаши по продаже живых елок будут спрацовать на 70 плясовках. У гандлевой сетцы уже зараз представлена каля 60 видов ростых солодких подарунков и от 8 до 45 найменев шампанского и игристых вин. А перед новогодним марафон только начинается. Юрий Печор, Роман Филюциш, Александр Сивицкий, телерадиокампания Брест.